Шикарная производительность для бюджетной модели. Большой аккумулятор с отличной автономностью. Full HD Plus разрешение с супер амолед матрицей. Поддержка двух симок и карты памяти. Размер не как у лопаты. Стереозвук, ИК-порт, миниджек. Он только вышел, но на FOPDA уже 100 страниц обсуждений и даже кастомные прошивки есть. 7 и 20 бенды поддерживает. В танки и пабг играть классно. Пусть и не на максималках. А за те деньги, за которые можно купить его на распродаже, это просто клад. Но как всегда, не без недостатков. Тьюп 814, всем привет, вы на канале Польза Нет. Меня зовут Саня, канал Домашний, и я все еще ценю ваше время. Рассказываю все максимально быстро и емко. На канале нет мата и хамства. Плюс постоянные розыгрыши, стабильно разыгрывается 5 ми бендов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. И в нагрузку сейчас еще идет телефон OnePlus Nord N100 и наушники Vivo. Подробные условия всегда в описании. А сейчас я расскажу вам о телефоне Xiaomi Redmi Note 10, который многим, я уверен, уже сильно понравился. 10 причин его купить и одна не покупать однозначно. Первая причина купить, это упаковка. Несмотря на эконом класс, она не особо отличается от версии про, либо каких-то супер дорогих телефонов от Xiaomi. Все такой же плотный картон и приятная подача. Нет ощущения, что на тебе экономят. Да, и комплект чин-чином. И чехол, пусть и не суперский, и защитная пленка на экране, притом она здесь не ужасна. Не то, что у OnePlus Nord N100, у которой ее просто не было. Вторая причина – нормальный процессор. Snapdragon 678. И пусть это разогнанный Snapdragon 675. Но PUBG и танки, пусть и на средних настройках, на нем летают. Играть приятно и комфортно. А результаты синтетических тестов, по сравнению с их предшественниками, Poco X3 NFC и Redmi Note 9 Pro, улыбают. Несмотря на то, что это девайсы совсем другой ценовой категории. Очень все близко. Полное сравнение было у меня на стриме онлайн вчера с тестами. Вы можете посмотреть его по ссылке в правом верхнем углу экрана. Специально сохранил для пруфов. И да, все тесты в Antutu я проводил уже в девятой версии. Мне обещали на словах 330 тысяч попугаев. В итоге их, конечно же, нет. Но 269 тысяч попугаев в наличии. Что хорошо. Третья причина. Встроенная память. Мало того, что она здесь довольно быстрая для эконом-класса. UFS 2.2. Так еще и можно ее расширить путем добавления в лоток SD-карты. В лотке, кстати, можно поместить еще две физические симки. Быстро, удобно и просто. Четвертая причина. Быстрая зарядка. Стандартные 33 ватта. Они идут в комплекте вместе с кабелем для зарядки. Заряжается телефон с 0 до 50% всего за 24 минуты. С 0 до 100 у меня он зарядился за 1 час 10 минут. Не супер быстро, но для бюджетника очень даже прилично. Пятая причина. Сборка. Кнопки с минимальным люфтом относительно предшественников. Люфт, конечно же, есть, но не такой печальный, как на 9T. На всех разборках, что вы можете увидеть в сети, практически нет претензий по конструкции сборки. Задняя крышка пластика. Окантовка в цвет корпуса. По разборкам аппарата основные минусы – это нет термопасты на крышке памяти и в окошках камер уплотнители не везде. Что в принципе не обязательно. Ипкорпус сделан не одинаковой толщины. Шестая причина – компактность. Телефон очень легкий и компактный. После всех лопат, которые я тестировал, этот телефон прямо сильно порадовал. И всем, кто считает, что его камера эгигей как выпирает, напишите мне телефон тоньше на данный момент в бюджетном сегменте. В руке этот телефон держать удобно, в карман запихивать тоже, при том, что аккумулятор здесь на 5000 мАч. И хватает его на бодрых 20 часов проигрывания фильмов. Кратко, на день батареи хватает, на два уже нет. Седьмая причина – наличие капорта и миниджека. Как говорится, ни шагу назад. Производитель упорно не уходит от этих атовизмов, и это хорошо. Эти штуки крайне полезные, и разумно от них не отказываться в супербюджетниках. Восьмая причина – достойная для данного ценника – камера. Может от того, что аппарат пришел к тому моменту, когда прошивки уже допилили, но даже без гугл камеры, на стоковой, мне понравилось, как он снимает и обрабатывает изображение. Телефон с 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX582. Основная камера снимает на уровне годовалых аппаратов среднего сегмента. Автофокус даже при 4К 30 фпс отрабатывает супер. Снимать видео можно в 1080p 30 фпс, оптимальный режим стабилизации 1080p 60 фпс, без стабилизации и довольно медленный автофокус, хотя я с этим и не согласен. И 4К без стабилизации. Ночная съемка – печаль, ширик на борту, фронталка так себе, что неудивительно. Пример съемки вы сейчас увидите, как всегда, и плюс еще услышите, как отрабатывают микрофоны. Пример работы фронтальной камеры у Redmi Note 10. Освещение не фонтан, специально вышел вечером после 7 часов, после того, как солнце зашло, потому что основную камеру я тестировал в идеальных условиях, а эта камера пусть чуть-чуть помучается. Стабилизация норм, детализация норм, но при недостатке света, в принципе, телефон ничем не справляется. Но, я думаю, вы и сами это прекрасно видите. Redmi Note 10, пример работы камеры 4К 30 фпс, солнечно, легкий ветер. И сейчас, как вы меня слышите и как вы видите картинку, примерно так вы и будете снимать. Ну, в лучшем случае, ладно, у вас будет стабилизатор и съемка будет не такая дерганая. В принципе, сейчас мы проверим автофокус, самое главное, что меня интересует. И меня он радует здесь. Очуменный автофокус. Дальше смотрим, как если снимать с двух рук аккуратненько. Нет, картинка все-таки дерганая, притом прилично. Плюс увеличение X6, цифровое. Ну, не так все печально. Опять же, напоминаю, что у нас сейчас практически идеальные условия, потому что светит солнце. Нет осадков никаких. И не слишком сильный ветер. Вот так примерно будет отрабатывать ваша камера. По мне, достойно ультрабюджетник. Опять же, напоминаю, что, допустим, я покупал данный телефон за 11700. За 11700 это шик, блеск, красота. Наверное, даже до 14 тысяч. Но, опять же, если у вас есть Redmi Note 9 Pro, либо какой-нибудь Poco X3 NFC, однозначно нечего смотреть в сторону десятки. Это миллион процентов. Даже в сторону прошки я бы смотреть не стал, подождал бы какой-нибудь одиннадцатый. Redmi Note 10 тест камеры в условиях недостаточной освещенности. Понятно, что не ночь, но в 8 часов вечера и вот так примерно она справляется. То есть, уже даже в это время камера снимает и видео, и фото. Как вы заметили, это уже не фронталка, это уже основная камера. Довольно плохо. Но, опять же, все субъективно. Для своей цены норм. Еще раз напоминаю, что этот телефон стоит до 200 долларов на Алишке. Реально купить его и за где-то 160-170, если долго и упорно мониторить распродажи. Так что советую. Девятая причина. Это ценник. Этот аппарат лично я купил в начале продаж в минимальной комплектации с 4 гигабайтами оперативки. Около 500 мегабайт постоянно занятой системой и 64 гигабайта встроенной памяти. Есть вариант со 128 гигабайтами. За 11700 рублей. И это даже без кэшбэка. И даже без промокодов и сейлов телефон стабильно стоит чуть больше 190 долларов. Притом всегда можно найти промокод. А во время распродаж свободно в районе 180 долларов. Если успеете использовать промики, которые хоть и быстро заканчиваются, также быстро пополняются на Али, можно купить еще дешевле. Кстати, мой телеграм-канал с выгодными приложениями на Али и моими именными промокодами вы можете найти по ссылке в прикрепленном комментарии. Очень много веселого туда и интересного, и выгодного я закидываю. Десятая причина. Дисплей на 6,43 дюйма. Чуть-чуть меньше, чем мы привыкли. Full HD Plus разрешение. Стандартная развертка на 60 Гц. И самый доступный амолед за всю историю бренда Redmi. Это один из самых дешевых амоледов, но лично для меня это огромный плюс. С одной стороны. В отличие от IPS, черный здесь черное, на свету экран видно четко. Хотя уже есть те, кому не хватает яркости. Что за люди это я не знаю, но они существуют. И здесь же главная причина не брать данный девайс. И это неприличный троттлинг, не отсутствие влагозащиты, не стереозвук, который здесь не супер, не дешевая вибро. Все здесь на свой ценник. И даже не пластиковая крышка, или минимальное отличие от всех аппаратов Xiaomi, которые наводнили рынок. А то, что DC-димминга нет в настройках и скорее всего не будет. А коэффициент пульсации дисплея просто космос. Можно посмотреть на серию А от Самсунгов. Там примерно такая же беда, чтобы примерно представлять, что здесь. Да и не нужно здесь слов, вы и так все видите на экране с циферками. Но то, что экран при поломке будет менять невыгодно, не особо и важно. Обычно, когда дисплеи в таких телефонах бьются, их просто выкидывают. К сожалению. Не целесообразно их ремонтировать. И сторонними программами, которые будут устранять шим, убить дисплей будет просто. Никого не слушайте, ничего туда не устанавливайте, если вы вдруг купили. А вот то, что ваше зрение и правда может пострадать, это довольно приличная печаль. И по этой причине я бы аппарат конечно не брал. Греется телефон не сильно. Большой минус нет NFC модуля. Нет защиты от влаги, хотя у людей на тестах он легкое погружение в воду переживал. Но не факт, что это надолго. И что через неделю он будет так же великолепно работать. Wi-Fi разумеется на два диапазона, ловит телефон хорошо, Bluetooth конечно на борту. Греется при съемке в 4К телефон не сильно. И в целом ощущение от аппарата после последних бюджетных новинок, которые я покупал от Xiaomi, наподобие Poco M3 и Redmi 9T, очень даже положительное. Обзоры на два этих аппарата можете посмотреть на моем канале по ссылке в правом верхнем углу. Но если вы хотите их покупать, лучше не смотреть. Там негативные обзоры. Резюмирую, советую тем, кого не убивает бюджетный амолед. Хотя по мне, наверное, убивает он все-таки всех. И опять же, до 180 долларов с данным железом не зайдет, можно перепродать. Участвуйте в розыгрышах, подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.